Впервые без российских комплектующих. Новый украинский транспортный самолет Ан-132Д сегодня совершил свой первый полет. Как это было, видели наши корреспонденты. Сегодня впервые поднялся в небо украинский Ан-132Д. До первого взлета сделал только два пробега, говорят разработчики. Президент завода Антонов лично пожал руку каждому пилоту перед вылетом. Зрелище было грандиозное. Как только судно оторвалось от земли, зрители зааплодировали. Я желаю вам успешного выполнения полетного задания, там яковой посадки. Новенький Ант приземлился в Гастомеле, где его уже встречал президент Украины вместе с партнерами из Саудовской Аравии. Глава государства вручил летчикам-испытателям памятные награды. Причем один из пилотов оказался иностранцем, гражданином королевства Саудовской Аравии. Это события не только летчиков, это события не только визначной событии в жизни завода Антонова. И не только Киева, и не только Украина. Это события международного масштаба. И то, что Украина сейчас в эти времена способна запускать в небо новые качественные летчики, свидетельствуют про величайший потенциал, который имеет наша держава. Президент подчеркнул, что транспортный Ант рассчитан на работу в чрезвычайных ситуациях. Например, для эвакуации населения в условиях стихийного бедствия. Новый проект Антонова – международный. Его разрабатывали совместно с Саудовской Аравией. Самолет был модернизирован и построен в рекордно короткое время. За полтора года обе команды, обоих компаний, работали день и ночь, чтобы достичь этой цели. Самолет впервые собрали без российских комплектующих. Использовали украинское и европейское оборудование. Двигатель же у крылатой машины – канадский. Общая стоимость нового Ан-132Д – 30 миллионов долларов. Юлия Жешко, Павел Лысенко. Подробности – телеканал Интер.